Добрый день! Наша недельная глава называется «Ноах». В этой недельной главе рассказывается о самом известном событии среди еврейского народа, среди других религий — это всемирно известный потоп. Обращается Всевышний к Ноаху и говорит ему, что земля извратилась, люди начали делать непонятные вещи, нехорошие между собой, с животными, и поэтому вся земля подлежит истреблению. К Ноаху подходили множество людей, спрашивали, что ты делаешь. Ноах говорил, что так и так через какое-то время будет потоп, поэтому вы все умрете, и чтобы это все избежать, вам нужно работать над собой, справляться, потому что Всевышний на вас, скажем так, разозлился. На что люди мы смеялись, говорили, что что ты мне рассказываешь, мы уже так сто лет живем, все нормально, иди там отдыхай. Люди того времени не понимали, что Ноах является пророком, через которого Всевышний обращался именно к этим людям. Сейчас у нас нету никаких пророков, мы потеряли эту возможность. Но Всевышний все так же с нами общается с помощью одного источника и сочника Тора. И я знаю одну такую историю, когда был один очень соблюдающий еврей, который каждый день ходил, все на обуви, занимался Торой, учил, давал уроки. Однажды этому человеку приходит письмо от дочери, что папа, я ухожу замуж, приезжаю, там через пару дней будет свадьба. И папа думает, что свадьба это конечно очень круто, очень хорошо, но я пропущу урок, и я не хочу, я не пропускаю ни одного урока, и без меня не будут синагоги, занятия и так далее. Подошел к Равину, спросил, как мне быть в такой ситуации. И Равину сказал, что давай, ты едешь на свадьбу, но мы тебе урок запишем на диск, то есть на обычный диск, который вставляется в магнитоловой машине. Путь был очень не близкий, то есть ехать было почти сутки, то и больше. И как назло, была плохая погода, вот, и несколько раз ломалась машина в пути, то есть он потерял очень много времени и уже боялся, что он опоздает. Вот очередной раз у него поломалась машина, он едет, и перед него едет большой грузовик. И он понимает, что вот если я буду ехать за этим грузовиком, я просто потеряю еще больше времени, поскольку грузовик едет очень медленно, а мне нужно спешить. То есть он включает поворотник, выезжает на встречную полосу, начинает обгон. Когда он уже почти обогнал машину, включается, сзади него полицейская сирена. Он быстро сворачивает обратно на свою полосу и начинает притормаживать. И в тот момент, когда он свернул с полосы, встречал движение, на встречу пролетело над скоростью фура. Вот, если бы он не услышал звук полицейской сирены, то просто бы фура осмела его машину и не заметила даже. Этот человек остановился, вышел с машины, и что он видит? Он видит, что никакой полицейской машины нет. Он думает, ну как же так? Я же четко слышал, что сзади меня включилась полицейская сирена. Я такая, не могу мне это показаться. Он садится в машину и понимает, что звук сирены был записан на диск этого урока Асторы. Шабад шубу!